всем привет с вами даводым и сегодня будет тоже очень полезный вид очень полезный видос 5 топовых способов как забить доху в чашку для кальяна как правильно забить как добиться разных ощущений то есть каждая забивка то есть каждый способ класть доху в чашку он дает разные свои варианты то есть может быть именно больше привкуса дохи может быть больше крепости а может быть гармонично и крепость и вкус дохи поэтому сейчас мы собственно и начнем это делать а сегодня главным спонсором этого видео является тайгер доха собственно с ней мы сегодня будем делать все что нам нужно и сегодня в роли табака выступит табак вэдж довольно таки легкий прикольный интересный табак так вот и обычная классическая чашка также эти все способы можно забивать на других чашках это у нас алиены гармошки и олдскулы и так далее то есть как вам душе угодно поэтому не переключайся и сейчас можешь уже ставить лайки и подписываться на канал а мы начинаем 5 топовых способов забить доху в чашку ну так вот мы переключились на другую камеру и я сейчас буду показывать наверное самый действенный способ именно самый популярный способ как забить доху и это будет наш первый вариант под названием забивка тайгер дохи в чашку классическим способом главное учесть в том что доха это такой продукт который раскрывается только лишь при прямом горении не вяленый как по классике у табачного листа который используется для курения кальяна поэтому самое главное не допустить того чтобы доха пропиталась именно сиропом от табака и стала сырой тогда она не будет полноценно раскрываться и возможно при вялении потому что она мокрая будет получаться так что она будет давать никак она не запоминайте а что нам в первую очередь нужно а мы берем наш табак вэдж который выступит сегодня в роли так сказать жертвы мы берем наш табак и берем нашу доху и собственно ее по классике засыпаем если у вас 23 вкуса то вначале смешиваете эти два три вкуса до той кондиции которая вам нужна потом только уже перед тем как закладывать табак в чашу добавляем дохи мы насыпали дохи далее одним легким движением вашей нежной руки собственно вот таким вот мы перемешиваем это все и сразу засыпаем в чашку то есть вот так а что дает такой способ такой способ дает том что доха она здесь равномерно прогорает и равномерно дает ароматику на протяжении всего курения кальяна она самая популярная самая простая и наде и наверное самая надежная а также табачный лист дохи здесь соответственно сухой поэтому он и раскроется только при прямом горении и никогда он вялиться не будет потому что мы вот так вот его не джам кали и собственно табак не успел просыреть от табачного сока то есть сиропа это первая забивочка далее вы ложите либо калаут либо фольгу как вам удобнее так идем дальше второй способ он уже более на любителя он более интересен тем что вначале вы курите как стандартный кальян и в какой-то момент идет просто огромный поток крепкости вы получаете весь этот никотин отдохи и продолжаете дальше спокойно курить кальян при этом а то что вы получили дозу никотина вас немного расслабило и дальнейшее продолжение курения кальяна она будет поддерживать эту именно расслабленную форму вашего организма главное не обострить кальяна и будет очень стыдно а что нам нужно нам нужно взять чашку взять наш табак уложить первый слой мы уложили первый слой далее взять доху засыпать ее слоем и сверху снова положить наш табак и дальше либо коллаут либо фольга что дает такая забивка я сейчас попробую рассказать немного подробнее в первую очередь вы когда греете вы греете верхний слой и соответственно саму доху до стадии приготовления но данного жара при прогреве при котором раскрывается табак именно кальянный но не раскроется при этой температуре доху потому что ей этого будет недостаточно когда вы начинаете курить данный способ забивки дохи вы вначале прокуриваете верхний слой минут десять и тогда когда температура уже полноценно доходит до дохи с помощью потока воздуха когда вы затягиваетесь начинает возгорать в чашки доход то есть от температуры идет воспламенение то есть прямое горение табачного листа дохи вы получаете массивный такой приход никотина вас накрывает не обосрись и когда весь эффект дохи проходит вы остаетесь именно под эффектом дохи и и дальнейшее курение вас просто поддерживает в этом состоянии это уже вторая забивка и она тоже прикольная но есть опасения в том что после того как вас накрыло вкус дохи останется чуть чуть выше чем незаметный и во время всего курения вы соответственно будете чувствовать данную доху в привкусе с тем вкусом который собственно вы забили собственно идем к третьей забивке дохи методу лайфхаку как правильно забить данный способ я называю хардкорным а именно для матерых для таких диких людей которых я в принципе не очень люблю когда меня просят так забить потому что все самое такое дерьмовое самое такое мощное я забираю себе когда начинаю этот кальян соответственно раскуривать почему мы берем допустим наш готовый микс который вы заранее замиксовали укладываем его в чашку очень хорошо не жалея да все микс готовы далее вы верхним слоем уже засыпаете доху и последующим просто накрываете либо коллаудом либо фольгой и оставляете на прогрев чем эта доха хороша она хороша тогда когда вы курите дома один но если такую попросить забивку в кальянной то считайте что вы просто угостили кальянщика нехуевой такой порцией никотина от которой он конечно же кайфанул потому что при прогреве так как слой у нас доки лежит сверху он начинает первым прогреваться и когда кальянщик начинает раскуривать это после того как это прогрел он скуривается по факту всю доху снимает все сливки с чашки и выносит кальян вам а вы лишь докуриваете какой-то процент от оставшиеся дохи и чувствуете конечно же именно конкретный привкус самой дохи за счет чего у вас не покидает ощущение том что кальянщик забил конкретно доху потому что она дает лишь только ароматику а всю крепкость он скурил давным-давно поэтому этот способ я рекомендую только при курении дома когда вы сами забили сами прогрели и сами сняли все такие прикольные сливки с этого кальяна ну что же идем наверное к четвертому способу четвертый способ наверное самый хардкорный и я именно люблю такой способ курения дохи почему потому что здесь полностью воспроизводится ситуация именно курения дохи через медвах но с ароматикой именно кальяна и количеством дыма тоже от кальяна что нам нужно представляем такую ситуацию вы сидите курите заранее зная что вам нужен будет жесткий приток именно никотинового удара и собственно конкретно кайфануть поэтому когда мы примерно прокурили кальян минут 15-20-25-30 и он теряет свою крепкость и вам нужен такой хорошенький старт чтобы заново насладиться именно крепкостью а нам нужно уже на готовую чашку на готовую чашку взять доху и ровно посередине от углей насыпать туда доху собственно сейчас я вот так поверну пробелом чтобы вам было виднее то есть вот такой вот с горочкой ровно порцию мы насыпаем дохи и когда мы будем затягиваться то угли будут давать больше жара соответственно доха начнет просто тлеть от прямого горения и начнет гореть тем самым весь вот этот дым который вы сейчас видите возможно вы вдыхаете в себя и получаете просто конкретную порцию именно дохи такой метод хватает примерно на 5-6 хороших затяжек дальше нужно снять угли сыпать старую доху поставить угли и повторить данный способ это наверное мой самый любимый способ забить доху именно таким способом она даст хорошее количество притока никотина но при этом дальнейшее курение кальяна будет только жестче и жестче потому что ароматика дохи то есть дым дохи он плотно прошел через табачный лист который у нас в чашке и пропитал его конечно же ароматикой дохи и дальше лишь только нужно убиваться 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 и еще раз убиваться ну и идем к нашему пятому способу это уже для людей которые готовы к суициду к смерти и к рвоте и просто полностью испорченному дню нам понадобится не табак нам понадобится только доха и мы просто в нашу чашку засыпаем полностью доху засыпали вот так положили и бросаем угли и начинаем убиваться дохой и это самая неправильная забивка дохи потому что если вы хотите покурить доху чистой то лучше курить ее через медвах а не через кальян поэтому этот способ просто сразу в парашу и собственно все если тебе понравился этот выпуск ставь лайки я рекомендую тебе доху именно тайгеровскую так что ты знаешь где ее купить ссылочки конечно же в описании всем пока ставь лайк если тебе это понравилось я рекомендую это больше не что я не знаю что я думаю что я не знаю с Продолжение следует...